Девушки отдыхают Когда немцы штурмовали вот этот банк, который здесь был, здание банка, стены толстые, они, семьи пограничников, были где-то вот в доме второй этаж, вот скорее всего этот дом. Все семьи были на втором этаже дома и они, может там, не знаю, смотрели. И моему отцу было тогда 14 лет. И когда немцы взорвали, значит, все естественно, стали делать обыски. И солдаты зашли в это помещение, где были семьи, значит, офицеров вот этих. И немцы хотели отца забрать. Ну, высокий парень, там, 16 лет. И женщины, говорит, его отстояли. Не дали немцам забрать. Ну, они говорят, типа, солдат, наверное, туда. Но немцы не тронули. Но они не знали, что он цель вот этого заказала? Ну, наверное, не знали. Но я вам хочу сказать, что немцы через три дня разрешили откопать это здание, похоронить офицеров. И вот эта бабушка мне говорила, покойная, что даже когда все откапывали, я не могу сказать, то ли немцы откапывали, то ли они сами там были, знаете, откапывали. Но даже, говорит, вроде бы немецкий там этот офицер, который был, солдатом говорил, вот так надо воевать. Ну, и семь немцев семьи не тронули пограничников. Они жили здесь до 43-го года. И только в 43-м году вывезли в Германию. А в 43-м немцы начали вывозить литовцев в Германию на работы. И кто-то там сказал, что вот, живут семьи пограничников. Их повезли на эшелоне в Германию, ну, в вагонах этих, да. В Германии американцы бомбили. И бомба попала, американский летчик бросил бомбу в штабной вагон. И паровоз, паровоз. Все взорвалось, документы сгорели, говорит, в Германии поезд остановился. Все люди разбежались. Ну, кто там был. Немцы начали ловить. Моему отцу было 13 или 14 лет, тетке там 15-16 лет, по-моему, точно. Они за два года, что здесь жили, выучили литовский язык. Ну, дети, быстро они же общаются с местными. И когда немцы их поймали, они сказали, мы литовцы, и по-литовски начали. И их отправили не в концлагерь, а отправили на ферму работать какому-то немцу. И вот они там, за конца войны, работали на этой ферме. Ну, потом, естественно, немцы отцу и старшей тети там платили, выплачивали там сколько, пенсию там какую-то, пока они не умерли. А когда они вернулись тогда в Германию? Расскажу. Значит, вернулись так. Старшая тетя моя, она вернулась сразу сюда. Потому что у нее тут подружки были, литовки, и все. Она сразу в Германию поехала сюда. Моя бабушка была родом с Краснодара. Она поехала с младшей дочкой в Краснодар. Отца забрали в армию в 44-м. И он, ну, естественно, там в Германии был. Когда бабушка приехала в Краснодар, на второй день пришел с НКВД знакомый там родственник. И сказал, срочно уезжайте. И вы как с плена были, вас в Сибирь увезут. И они собрались. Говорит, куда? Он говорит, езжайте вот в Литву. Там, говорит, бардак, короче, там вы спрячетесь. Да, я вам серьезно говорю, почему они приехали? Они поехали сюда. Сюда? Да, куда-то в Краснодар. И отец, когда служил 7 лет в армии, он тоже приехал, естественно. Ну, вот так мы и оказались в Литве. Ну что, спасибо большое за этот рассказ. Нет, это что. Конечно, я предлагаю сфотографироваться ветеранам, участникам этой поездки. И все. И все. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.